Вот сейчас всех интересует прогноз, так сказать, экономический, что будет с ДНР и ЛНР. Понятно, что с Украины никаких денег после сегодняшнего решения Порошенко получать не будут. Путин тоже даст, не даст, неизвестно. Там своих денег нет, уголь не добывают. Вот что будет? Вот сейчас зима, там огромное количество народу. Что они будут делать-то? Ну, на этих территориях там, насколько я понимаю, 2 миллиона человек осталось, потому что небольшая территория, где-то, если не ошибаюсь, 175 на 150 километров. Ну, что, сдохнут? Вот так вот тупо сдохнут, замерзнут. То же самое и в Крыму ситуация очень веселая. Украинцы тут, по-моему, вчера заявили, что начнут ограничивать подачу их энергии в Крым. Вот неутешительно, вы знаете. Когда надо было раньше думать вообще головой. Не, понятно, понятно. Ну, я вот, когда я говорю такие вещи, я иногда говорю, а сам про себя говорю, ну, а может не сбудется, может, а когда еще и другие люди подтверждают, то мне еще страшнее становится. Ну, смотрите, давайте смотреть, знаете, без эмоций, без каких-либо предвзятостей на положение на Земле. Из тех источников информации, которые есть, порядка 80% угольных шахт стоят. Либо добыча не производится, либо они затоплены. Причем надо понимать, что там сейчас назревает уже мощнейшая экологическая катастрофа, потому что шахтные воды поднимаются, поднимаются. Во многих заброшенных шахтах не то, что были свалки химических и радиоактивных материалов, но так, как там хорошо навалено, скажем так. Вот в Янаково затоплена шахта Полтавская, круто падающие пласты. Рядом топится Углегорская. А рядом находится шахта Юнком, на которой в 79-м году был произведен ядерный взрыв. Воды сейчас, грязные шахтные воды поднимаются к этому уровню, и они вынесут радиоактивные вещества на поверхность, где уровень радиоактивной загрязненности будет превышать тысячу раз норму. Неконтролируемые от затопления шахт сейчас вынесут эти вредные химические вещества тоже на поверхность. Будет отравлен питьевой слой воды. Вода просто выйдет на поверхность. Она будет не просто в подвалах. Она затопит поля, она затопит асфальт и все другое. Это превратится все в грязное болото. С электроэнергией проблемы, с подачей газа проблемы. То есть с теплом и с электроэнергией проблемы. С деньгами населения проблемы вообще дикие. Потому что даже те социальные программы, которые ведет украинское правительство, они до сих пор пытаются выполнять, между прочим, эти фашисты, как их называют, жиды, фуцисты, киевская хунта. Они до сих пор пытаются выполнять свои социальные обязательства на этих территориях. Вот до сегодняшнего заявления Порошенко они, по крайней мере, это пытались сделать. Но они просто не могут это сделать, потому что борцы за свободу замечательной страны Лугандонии, они это просто все инкассаторские машины, все банки, они уже давно разграбили. То есть денег нет, денег, деньгам взяться неоткуда. Те древны, которые были, ну, будем говорить, украдены в Крыму, о них тоже уже израсходовали. Спасибо большое, все было очень вкусно. Мы рады, что можем один раз прийти в день покушать, пока у нас нет пенсии. Мирные жители выразили огромную благодарность всем тем, кто приложил усилия для открытия такого нужного для всех кафе. Значит, помощи ждать от материнского корабля, да, им тоже особо не приходится, потому что это, скажем так, сейчас абуза, что для украинцев, что для Путина. И, по большому счету, на мой взгляд, судьба этих людей, она вообще никого не волнует. То есть, ну уж, россиян, которые орут там про какую-то хунту, она точно не волнует. И что они будут делать? Я не знаю, честно говорю. Это ужасное положение, дикое просто. В 21 веке, практически в центре Европы, украинцы молчат русских, русские молчат украинцев, а немцы их мерят. Вот. Что еще можно вообще придумать более дикого? Чтобы добиться успеха, нужны две стороны. Ведь в одностороннем порядке нельзя достичь мира. Поэтому я надеюсь, что переговоры с Россией, а проведение их немецкая страна все время поддерживает, увенчаются успехом. И плюс, заметьте сейчас, какая снова волна пошла, весь все эти пейцы-патриоты начинают снова демонизировать украинцев. А снова какие-то распятые мальчики, какие-то рабы, еще что-то. Вообще бред. Сложив мозаику из услышанных обрывков разговоров украинских солдат, они ужаснулись той участи, которая, возможно, им была уготована. Тоже задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клапты к земле и два раба. Получается, что Степановка уминовала участь в Хатыни. А сколько еще донбасских сел и деревень должны были быть стерты с лица земли. Но планам карателей помешало наступление ополченцев. И обещанные участки земли с рабами, о которых еще Гитлер говорил немецким солдатам. И фашистская символика на касках красноречиво указывает, чьими последователями себя считают боевики так называемой Насгвардии. Я напомню, что когда были бандеровцы, то телевизоров не было. И развлечений у них в схронах было не так много. И развлечением, которым они могли себе позволить, была варка заживо в котлах тех врагов, или тех, кого они считали врагами, которых они ловили. И когда эти схроны вскрывали, то почти в каждом был большой железный чан, для того, чтобы варить в нем людей заживо. Понимаете, люди этому верят. Ну вот жители Донбасса тоже этому верили. Они орали, что Киев их не слышит. Ну, не слышит вас Киев, а Москва вас не слышит. Тем более, ребят. Да что боролись, над что мы боролись. Это все, наша жизнь. Хоть и мало осталось жить, но надеемся, что нашим внукам будет хорошо. Все правильно. Вот так, видели какие паспорта? Вот все годы ждем. Судя по тому, что сейчас творит Путин и вся эта команда управленцев, они нарвутся на очередной раунд санкций. Следующий раунд санкций может включать в себя очень простые неприятные вещи. Например, есть две замечательные компании, Шлюнберже и Холиберден. Это нефтесервисные компании. Так вот, в России они обслуживают порядка 80% нефтяных скважин. Если эти компании падают под санкции, то у нас будут серьезные проблемы с добычей нефти. Соответственно, с поступлением валютной выручки. Даже сегодня, по-моему... Да, да, сегодня там палата у нас какая-то есть, там промышленники, еще кто-то там, Шохин рулит всем. Они сегодня вдруг выступят с таким слезливым обращением, что, ребятки, санкции-то серьезные, они не смешные. И мы будем типа дефолт объявлять, и акции наших компаний останутся у банков. Дефолт российских компаний из-за санкций Запада предвидит глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Шохин напомнил, что до конца 2015 года российским компаниям нужно выплатить 160 миллиардов долларов. Западные рынки, где они могли рефинансировать долги, теперь закрыты. И что в таких условиях будет и с курсом рубля, и с банковской системой? Я уже не говорю про компании, которые будут банкротиться и, в общем-то, выкидывать людей на улицу. Ну, здесь будет Содом и Гамора, грубо говоря. Всего лишь из-за какого-то бздиков одного человека. Будем делать то, что нам хочется. Вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же ведь на самом деле и происходит. С точки зрения нехватки валюты в стране, да, проблема серьезнейшая. Жутчайшая проблема. Это при том, что санкции еще не усиливали. Проблемы с валютой в стране, они рано или поздно придут к тому, что придется изменять закон о Центральном банке и врубать печатный станок. И поскольку мы страна импортирующая, да, у нас, если верить Росстату, коэффициенты импортозамещения всего 30%, у нас очень быстро вырастет стоимость всего и вся. Но тут же у нас еще есть одна группа клоунов, ЦБ. Они единственное, что знают, что борются с инфляцией. Поднимают ставки. Ну, забонят они ставку там 15-20%. У нас просто все производится, а промышленность встанет. И у нас просто сложится такая ситуация, что с одной стороны сокращается промпроизводство, резко растет безработица. С другой стороны, потребительская корзина растет в цене не по дням, а по часам. Может быть. Вот они рассчитывали, как я понимаю, на Китай. А Китай не рассчитывал, что они на них рассчитывают. Потому что он как бы любит брать на халяву, а не платить за это. Зачем ему платить за дураков, которые развалили экономику, разваливают страну. И Китай может это захватить все просто так. Так вот, вопрос по Китаю. Какие вот ваши прогнозы, как вы считаете, с точки зрения экономической, какими методами сейчас будет действовать Китай в отношении России, ну и все остальное? Ну, вы правильно абсолютно мозга сказали. А нафига ему действовать, да? Вот он видит идиота, который копает, копает себе яму. Ну, зачем что-то делать? Зачем ему помогать, когда он с головой в нее зароется? За то, что его вытащить, можно будет просить и взять все, что угодно. Это первое. Второе. Значит, с нашими китайскими коллегами или товарищами, как у нас их сейчас называют, очень плотно поговорили ребята из Вашингтона. И объяснили им, судя по всему, что ребята, посмотрите на торговый баланс с нами, с Евросоюзом и с Россией. Может быть, не стоит с нами ссориться из-за какой-то непонятного там десятка, может быть, 20, может быть, 30 миллиардов долларов в год. И спокойно присоединиться к санкциям. Помните, у нас же здесь все бегали, кричали, да, ерунда, мы заместим все китайскими технологиями, китайскими деньгами. Россия вынуждена будет в этих условиях разворачиваться на восток. И, например, российско-китайское сотрудничество экономическое может быть таким компенсатором, что ли, ухудшения отношений России и Запада в области технологического, инновационного и нового сотрудничества. Ну, ребят, ну, было ясно, что вы не заместите Китай. Китай не будет ни с кого впрягаться. Зачем? Поэтому, с этой точки зрения, Китай абсолютно не союзник, а, наоборот, он просто ждет, когда все это накроется медным тазом и спокойно подберет кусочки. Ну, как китайцы красиво кинули «Газпром» с авансом, да? Да, да, да. Просто никакого договора не было, понимаете? Нам лапшу вешают на уши, чтобы подписали договор. Если бы был подписан договор, этого бы не было. Значит, был подписан очередной сотый или двухсотый меморандум о намерениях. Да, конечно. А нам все это выдали из-за того, что подписан эпохальный договор. Бывший руководитель «Газпромэкспорта» Александр Медведев признал в Южно-Сахалинске, что цена до сих пор остается неуравновешенной, неурегулированной с китайцами. Китайцы могли бы ее изменить в ту сторону и в другую сторону. Значит, договоренности о цене – это контракта, значит, нет. То есть, то, что они там подписали в Шанхае, это контрактом назвали очень условно для камуфляжа. На самом деле, это очередной меморандум о взаимопонимании. И договоренности о цене придется добиваться еще в течение будущих переговоров. А те деньги, которые китайцы обещали Роснефти? Никакого нет решения по передаче этих денег. Это тоже было объявлено нашей стороной сначала, и никто это пока не подтвердил практически переводом каких-то денег. Китай вполне удовлетворяет свои потребности до 2035 года за счет импорта газа из Средней Азии по своему собственному газопроводу и частично со своих собственных промыслов. Собственной добычи и плюс к этому с жижным природным газом. Если Китай возьмет сколько-то газа для своих северо-восточных регионов из России, то это будет не больше 30 миллиардов кубометров в год, и то по той цене, которую назначит Китай. Поскольку он будет для этой гигантской инфраструктуры, для этой трубы единственным покупателем. Михаил Ильич, вы понимаете, что вы говорите сейчас очень неприятные вещи, и может быть даже страшные. Мы сейчас в ситуации, в которой находимся, очень сильно рассчитываем на Китай, в том числе и по поводу привлечения оттуда кредитных ресурсов. Но не дают они кредита на то, чтобы построить вот эту самую трубу. И трубу, вот по моим подсчетам... Я уже не только о трубе. Если вот отталкиваться от трубы и говорить о возможном нашем содействии каком-то и содействии китайцев нам помощи в текущей ситуации. Ну и посмотрите, китайцы по нефти как нам помогли. Они почти 70 миллиардов долларов одолжили Роснефтью на то, чтобы она приобретала какие-то активы. Но это деньги, это плата за будущую нефть. То есть Роснефть им фактически продала ту нефть, которую она не только не добыла еще в течение многих лет вперед, но еще даже не разведала в некоторых месторождениях. То есть китайцы, владельцы нефти у Роснефти. Я думаю, что они сами рассчитывали на то, что это эпохальный договор. То есть они настолько тупы, что они решили, что китайцы вот только спят и видят, как свои пять свободных триллионов вложить в Россию. Они почему-то думали, что они будут вкладывать. Ну да, но есть у китайцев свободные деньги. Казалось бы, вложи и тут купишь на халяву там часть акций этих, там Роснефти, как они им предлагали. А вот мне кажется, китайцам выгоднее деньги просто утопить в море, но не покупать в России ничего. Потому что таким образом они помогают тому государству, которое они хотят ослабить. Ну какой смысл? Сунзыка... Они смогут взять дешевле, значительно дешевле. Тут все очень-очень на самом деле серьезно. И у меня, к сожалению, складывается впечатление, что вот клоуны, которые у нас и в правительстве, и в Госдуме, и в Кривле, они просто вообще не въезжая в какое говно не вляпались. По собственной воле. Исключительно по собственной воле. Их никто никуда не толкал, не толкал и не заставлял. Ну а теперь мы будем все грибать. КОНЕЦ